Муравьев Речь идет о Рыжных лесных муравьях Это такие, можно сказать, приматы леса Ну, муравьев на земле примерно 12 тысяч видов И вот таких интеллектуалов среди них не так уж и много, я думаю, что где-то около 2% И думаю, что наверное, каждый из вас хотя бы в детстве склонялся над таким муравейником и наблюдал за кипящей жизнью этих очень маленьких существ и спрашивал у себя, какие же тайны хранят вот это буквально такая цивилизация под ногами Но, тем не менее, вот такая мысль, что эти крошечные существа могут думать и обладают развитой системой коммуникации которая во многом похожа на известный нам человеческий язык вот такая мысль как мне кажется достаточно оригинальная нужно сказать, что это открытие муравьиного языка и интеллекта достаточно долго пробивало себе дорогу в научном сообществе это очень длительные эксперименты я бы даже сказала, что самое начало этих экспериментов как я теперь понимаю совпадает примерно с годами некоторых серий этих экспериментов занимали десятки лет и в этом плане это время работало ну, против нас авторов против людей мы стареем, но оно работало на нас в том смысле, что именно тогда, когда люди стали больше знать в интеллекте всех животных и стали больше представлять себе их возможности произошло несколько действительно научных революций в области так называемой когнитивной этологии то есть науки, которая занимается высшими психическими функциями в животных и как это незабавно звучит может быть в моих устах это еще и с ходом развития компьютерных технологий потому что если еще 10 лет назад я бы начала объяснять что вы знаете у насекомых нервная система гигантские нейроны другое проведение возбуждения то теперь мы просто достаточно хорошо себе представляем что компьютеры размером с муравьиную голову могут быть достаточно сложными и обладает огромными возможностями ну и вот когда было много публикаций было много поступлений на на российских конференциях но вот в итоге все это произошло потому что наконец когда в 2011 году была опубликована наша обобщающая статья Мурнане Пихаева то вот заголовки мировых СМИ запустили вот такими вопросами что муравьи умнее пятиклассников кто на свете самый умный муравей это только что мы видели канал Discovery и сейчас я постараюсь очень красиво рассказать о том как же нам удалось идти таким выводом ну все мы наверное помним сказку как муравьешка домой спешил мы можем представить муравья в огромном пространстве в трехмерном пространстве дерева вот муравьи там бегают не хаотично они думают конечно как и все животные в том числе мы прежде всего о пропитании им нужно найти на дереве определенную точку и рассказать об этом своим зародичам вот какую точку это сейчас вот а вот это колония клей на клеточке ну можно сказать что это муравьиные зеленые коровки которые снабжают их основной пищей и за год ну а точнее за лет в наших условиях муравьи перетаскивают свое обрезко в пересчете на сахар примерно около 200 кг то есть это все надо добыть и надо знать где добыть на сахар вот такая ситуация в природе конечно очень трудно наблюдаема я думаю вы понимаете что розового в природе не бывает это мы их победили и мы эту задачу формализовали условиях лаборатории условиях эксперимента значит эти исследования проводились вместе с известным специалистом по теории информации Борисом Плевковым когда мы начинали мы были конечно еще оба молодые ученые и мы попросили на Волглев что область на идеологическую информацию передать на группу определенное количество битов информации ну бит я думаю вы знаете это один главный выбор идти направо или налево если я вам сообщу область эксперимента орёла или резко направо или налево я вам сообщу один бит информации здесь не просто какой-то муравей это портрет муравья-разведчика то есть прежде чем приступить к экспериментам и дать муравьям такую задачу мы выяснили и в природе и в лаборатории что муравьи это не просто какая-то хаотическая масса они делятся на достаточно четко организованное ВВП и информацию передает разведчик а воспринимает члены его команды они называются уражения и если я допустим передаю вам информацию о том как найти это здание и говорю вам как надо поворачивать то сколько бит информации раз два раз два три четыре раз четыре и вот вот выглядит наш лабиринт двенантное дерево лаборатории муравьи муравьи живут в прозрачном гнезде сейчас мы видим как это выглядит которое позволяет делать видеосъемку мы можем манипулировать кого-то пускать кого-то не пускать на рабочую часть даряне где стоит наша двенантная хелева погруженная в кювету с водой для того чтобы муравьи не могли доплыть до конечной точки чтобы они ногами обязательно перебрали все эти возможности все кормушки содержат воду только одна содержит всего и что мы делаем из каких этапов состоит наш эксперимент вот наверное вы уже задались вопросом откуда они узнали кто у них разведчик а кто члены команды предварительно в течение примерно двух недель муравьев индивидуально метит и в течение внимательных наблюдений в эти две недели когда мы даем то одну задачу спинатной недели то другую мы накапливаем знания о том кто же у них разведчик и когда мы это уже знаем мы разведчика помещаем на лист с кормушкой но близко конечная точка и даем возможность заполнить дорогу вот здесь вы видите разведчиков который дорогу уже запомнил и лежит кормушку но кстати в наших экспериментах кормушка не содержит сиропа она содержит воду для того чтобы ни кормушка ни сам лабиринт не имели никакого запаха сейчас мы посмотрим как это происходит и вот самое главное пожалуй самая ключевая часть наших экспериментов это вы посмотрите разведчик вернулся в гнездом он контактирует только с членами своей группы он не причит навес муравьи я там вообще он контактирует со своей группой и мы можем измерить время этого контакта и для нас очень важно вы сейчас узнаете почему это важно что это время очень сильное от пяти секунд до почти трехсот и вот видите вы в природе такого не пронаблюдаете хотя бы потому что в природе муравьи как и всякие животные в том числе и люди стараются сделать для себя задачи как можно легче наша задача трудная чем она трудная не только тем что там некоторые интеллектуальные он видит но и тем что муравьи поставили очень густые условия то есть они едят раз в три два дня только на нашем лабиринте и жизнь всей их семьи зависит от того насколько быстро им удастся передать информацию насколько оперативно они будут это делать насколько быстро они добудут сироп и раскопляют его внутри половинка значит что на муравьи могли идти по похожему следу мы не только используем во время экспериментов пустую кормушку которая для того чтобы муравьи в нас разуверились как только они найдут его мы сразу заменим сиропом но мы еще и используем сменные мобилинты вы видите что вот их здесь целая пачка пока муравей общается со своей группой мы заменяем муравей свежим и еще что мы делаем очень важное после того как разведчик проконтактировал со своей группой мы его и заделываем временно отсаживаем в баночку такие же эксперименты делались в свое время в 70-е годы шимпанзе но шимпанзе в баночку не посадишь лично я знаю экспериментаторов в которых упаку одному пальцу и упаку даже муравей это вот такая на самом деле цивилизация не стране которую очень любил описывать Станислав Римм совершенно замечательных рассказов и не только он но и другие фантажи работать с ними очень удобно и те кто работают с дельфинами и шимпанзе нам заведут с дельфинами за это эксперимент мы сотрудничали с одним количеством разведчиков и их команд 355 ну это имеется в виду только вот эта серия экспериментов бинарное дерево вы здесь видите как идут группы без разведчика они бегут очень быстро поэтому вы видите это несколько раз ну и здесь мы останавливаем этот прекрасный момент вы видите часть группы на дельфином дереве которые идут по свежему лабиренту без всякого своего проведника только используя ту информацию которую они получили когда были с разведчиком значит что нам удалось выяснить в этой серии экспериментов чем больше информации содержит сообщение тем больше времени тратят муравьи на то чтобы это сообщение передать это фундаментальный смысл человеческих языков и грубо говоря они означают что на двух страницах книги можно разместить два раза больше информации чем на одной а вы скажете на двух страницах книги можно разместить вообще всякую туфту а я вам это скажу а если я так шпарбал а вы помните что условия нашего эксперимента очень высокие поэтому у гуравьев время как бы на болтовну а вот они пришли смотри-ка сейчас эти гуравьи в белых палатах нету нету поэтому мы можем измерять длительность контакта и можем сопоставлять его с количеством разливов с количеством информации которую мы просим каждый раз передачи каждый раз это другое количество информации ну для того чтобы нам было немножко комфортнее скажу что скорость передачи информации у муравья примерно на порядок ниже десять раз примерно ниже чем у человека а продуктивность муравьиного языка высокая если развилок шесть то возможных путей в шестой степени то есть они уже могут передать достаточно информацию ну и наконец муравьи способны улавливать закономерности текста и использовать их для оптимизации своих сообщений ну если наш текст уфовит состоит из право-лево представьте себе что я вам говорю что для того чтобы пройти к этому зданию нужно направо-налево налево направо направо налево я уже забыл что сказала если я скажу улавливалась это намерность направо налево и так трижды а еще лучше направо и так шесть раз никаких проблем тоже самое у муравью и мы это улавливаем по какому показателю по длительности контакта развитчики их положения она быстро падает То есть, скажем, было 250 секунд, допустим, грубо говоря, вот они оптимизировали своё сообщение, уловив нашу закономерность, стало 30 секунд. И мы пошли дальше. То есть, если муравьи оказались такими умными, то мы, используя их собственную систему коммуникации, выяснили, что они, оказывается, умеют считать, и даже совершать арифметические действия на уровне самых умных животных. Вот это как раз и есть те пару картинок из моей книжки. Эта серия экспериментов тоже была основана на идее теории информации. И 5 экспериментов показали, что, во-первых, объекты способны передать друг другу сведения о номере объекта в пределах 30. И, во-вторых, они могут складывать и прочитать небольшие числа. Ну, мы использовали другие лабиринты, мы называем их чёрные лабиринты. Вот, кребёнка, рук, вертикальная кребёнка. Сейчас вы увидите, как они подрядят. Но принцип работы с лабиринтами и с муравьями точно такой же, как у экспериментов с бенровым деревом. То есть мы помещаем, ну, представь себе, что мы помещаем приманку на один из, вот, на одном из этих веток. И, тут у меня получается, вот, и просим муравьёв, соответственно, передать информацию о том, что лимонка находится на одной из этих веток. Здесь вы видите бомб муравьёв, которая в отсутствие разведчика пришла к нужному месту. Ну, вот, несколько аналогий. Совсем недавно, в первой публикации, в 2005 году, было выяснено, что в премии в Мунду-Луку и в нескольких ещё, в джунглях Амазонки, у людей нет в языке слова, которое обозначает число больше четырёх. Если у этого человека семь детей, то он не может сказать, что у него семь детей. Но, глядя на эти семь детей, он может сказать «не дух вас». У муравьёв, оказывается, есть слова в языке, которые могут обозначать числа в пределах развития. Но, судя по времени передачи информации, мы можем сказать, что они передают это примерно таким способом, как в древних языках человека. Палец, палец, палец. Ну, скажем, ветка, ветка, ветка. Как же нам удалось выяснить, что муравьи могут отнимать и прибавлять небольшие числа? Для этого использовалась фундаментальная идея теории информации. Чем чаще используется слово или фраза, тем короче, соответственно, его кодировка. Ну, мы говорим «Белый дом» или «Крым». Описание этого эксперимента достаточно громоздкое, поэтому мне, видимо, придётся вас отослать к научно-популярным статьям, если кто хочет к научному статьям на моём сайте, где это описывается достаточно подробно. Скажу только, что мы изменили частоту, с которой сироп является на определённых ветках, и разделили свой эксперимент на три стадии. То есть на первой стадии они могли найти сироп на одной из 30 веток, с равной вероятностью. На второй мы выбрали специальные ветки А и В, допустим, 10, 20, 9 и 18, на которые сироп появлялся с вероятностью одна треть, а на каждой из остальных с вероятностью одна двадцать восьмая, и на третьей опять сироп появлялся случайно. Что оказалось? Кому видно, может сравнить эти секунды. Если на первой стадии нужно было мыхать, ну сами, говорить ветка, 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 и, так скажем, для одиннадцатой ветки восемьдесят секунд, а для первой всего пять восемь секунд, потому что она близко, то после того, как мы предоставили им возможность назвать такие-то определённые ветки двумя элементами, скажем, коньяк, вот так. Вот после этого время изменилось таким образом, что, по всей видимости, они передавали информацию коньяк плюс один. И это очень похоже на использование римских цифр. Не обязательно прийти алкогольное обозначение. Нам с вами гораздо удобнее оперировать даже в римской цифре десять и понимать, что для того, чтобы написать двенадцать, нужно уметь прибавить десять и два. А для того, чтобы написать четыре, то, соответственно, будет римская ветерка минус один. И в заключение, что я хочу сказать. Для чего, собственно, это всё было? Ну, я представляю сегодня, как получилось при спикерах, я представляю науку, как бы, первое в этом видео, потом, после меня будут ещё научники. Послушав первого спикера, я, в общем, решила, что, да, наверно, я должна открыть своё восприятие. Что такое для меня науку? Это игра. Это, безусловно, игра. Это масса адреналина. Это очень много аналогов и со спортом, но это лично для меня. И я думаю, что лично я очень много научных работников. Но это игра, которая действительно помогает изменить мир. То есть я надеюсь, что, узнав о том, что муравьи, любые у нас под ногами, могут думать и общаться на уровне достаточно сложных, сложная система коммуникации, имеющая много аналогов и человеческих языков, вы будете, наверно, смотреть вообще на мир по-другому. Я помню, что в детстве мне показали, как рисовать с помощью акварели с первоуслением. Я не стала художником, но ко мне прежний взгляд уже не вернулся. Я стала видеть оттенки цвета. И даже будучи небольшим ребенком, я зафиксировала на себя этот момент. И если опять-таки продолжать воспоминания о детстве, в которое, конечно, спускаться, конечно, не было. Но вот только одно. Почему? Вы знаете, вот во времена моего школьного, в мои школьные годы, в полке пустых магазинов были заполнены консервами, которые назывались «Иль-галубы». Они содержали мясо китов и, соответственно, дельфинов. Я думаю, что сейчас нам это совершенно дико. За это время такие же ученые изменили мир, и мы не можем себе представить поедание таких китов. Вот я надеюсь, что мне удалось немножко изменить мир в ваших глазах и немножко приоткрыть завесу над тайными уроженами. АПЛОДИСМЕНТЫ